В то время как Международный Олимпийский Комитет лишил нашу страну права выступать под нашим флагом и гимном, находятся внутри страны удивительные люди, готовые в своей ненависти и злобе к родине оправдать любую подлость западных организаций. МОК только называется международной, но все хорошо понимают, кто там верховодит, и безусловно, это позорная страница в истории Олимпийского Комитета. Очевидно, что сдерживание России идет по всем фронтам, попытки ослабить, оболгать, принизить, преуменьшить значимость страны вышли за какие-то допустимые пределы. В числе выдуманных и обоснованных на уровне highly likely допинговых скандалов нас опять пытаются принизить. Вообще на допинге неоднократно ловили и ловят представителей всех стран, при этом на американских затюнингованных спортсменок, которые на женщин-то уже не похожи за стероидов, вообще закрываются глаза и все в порядке. Как и на лыжников-остматиков из Норвегии, которым разрешено, официально разрешено пользоваться запрещенными препаратами, которые дают им преимущество перед другими спортсменами. Просто нужна справка и все. Так и хочется сказать, ну наберите вы здоровых, а этих больных отправьте на лечение, ну что же вы их мучаете? Или мужики-трансгендеры, выступающие в женской категории. Это вообще как? Но решают флага и гимна именно нашу страну. И наши внутренние плакальщики тут же заводят свою шарманку, что виноваты власти. Нет, друзья, виноват МОК и ВАДА в том, что по надуманным и поддельным поводам превратил спортивные игры в инструмент политического давления. Рано или поздно все тайное станет явным, и все эти манипуляции Макларена, Ротчинга, во всех этих западных спортивных чиновников выйдут на свет и получат свою порцию осуждения. Уже сейчас МОК был пойман на том, что представил документы с поддельными подписями на слушании спортивного арбитража в Лозане по делу российских биатлонисток. Уже мало кто сомневается, что доказательство ВАДА это полнейшая лажа и подтасовка. А поддельные подписи Ротчинкова и его переход в ранг суперсекретного свидетеля с изменением внешности, который теперь только письменно дает показания, которого уже давно никто не видел, наталкивают на мысль, что его, как и Скрипалей, скорее всего, давно уже утилизировали. Но попробуй это докажи, попробуй противостоять этой глобальной машине лжи. И пока вся эта юридическая катавасия развеется, пройдут года или десятилетия, с кого потом спрашивать? А мы же живем здесь и сейчас, и нашим спортсменам нужно выступать. Было бы неплохо ввести персональные санкции против членов МОК и ВАДА или вообще объявить их в розыск и спросить у них с пристрастием, что же они, гаденыши, делают? Ведь если уж кого-то ловят на допинге, то отстраняют спортсмена, а не запрещают атрибутику страны. Так что же нам делать? А ничего, идти и побеждать. И пусть наши спортсмены выступают, пускай, они и есть наша главная атрибутика. Пусть выступают как могут, пусть побеждают. А знаете что? Насчет флага мне даже начинает это нравиться. Ведь для представителей других стран наш российский триколор легко спутать, например, вот с этим, или этим, или вот этим, вот этим. А вот этот флаг невозможно перепутать. И видя его под скрежет зубовный наших недоброжелателей, все без исключения понимают сразу. Это они, русские. И, кстати, слышите? Это звучит фрагмент первого концерта Чайковского, тот сами, который утвердили для Олимпиады вместо гимна. Но, по-моему, это даже лучше звучит. А я бы пошел еще дальше, я бы вообще предложил утвердить эту музыку в качестве национального гимна. А что, по-моему, круто взять и воспользоваться случаем и подойти к этому креативно. Потому что, на мой взгляд, после распада СССР как раз надо было менять гимн, а не флаг. Потому что этот гимн знали и знают наизусть все и до сих пор, когда он звучит, мало кто знает новый текст. Но у каждого в голове стопроцентная ассоциация и звучат слова «Союз нерушимый, республик свободно». Недаром же есть поговорка, что из песни слов не выбросишь, а мы как раз это и сделали. И получилось какое-то недоразумение. Давайте будем честны, с новым текстом эта музыка не воспринимается. И в этом тоже есть какая-то проблема идентичности. А вот флаг после распада СССР как раз можно было бы оставить красным. Все-таки это знамя победы и знамя великих достижений Советского Союза, правоприемниками которого мы и являемся. Так что вот эта музыка Чайковского, она великолепно подойдет в качестве нового гимна. Здесь есть мощь, экспрессия, лирика, надежда, подъем. Мне кажется, это было бы круто. Кстати, напишите в комментариях, как вы к этому относитесь и поддерживаете ли вы такое предложение. Но это так, лирическое отступление. Ну а пока наши спортсмены штурмуют пьедесталы и одну за одной берут золотые медали, не исключено, что вскоре разразится очередной допинговый скандал. Потому что если нас нельзя победить честно, то наши победы постараются отобрать под тем или иным предлогом. Поэтому позор вам и презрение Мок Ивада. Позор и презрение. Ну а нашим спортсменам успехов и удачи.